Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Тимур Соколов, и многие меня знают как тренера по успеху, лидерству и личной эффективности. Сегодня я путешествую по острову Бали, даже не путешествую, а здесь живу. И прогуливаясь, зашел в интересное место, где делают маски. И вот этот человек, который делает маски, после разговора, да, меня навел на определенную интересную мысль, и этой мыслью я хочу поделиться с вами. И смотрите это видео, потому что видео специальное и способное изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Существует несколько концепций того, как мы проживаем свою жизнь. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы психологически выживать, чтобы для того, чтобы действительно жить к настоящему, многие люди заблуждаются в процессе и начинают играть определенные социальные роли. Своего рода такие защиты. Потому что, с одной стороны, это выгодно, с другой стороны, это нужно для того, чтобы достигать цели. И порой, играя определенные роли, мы сами себя замыкаем, закрываем и не даем возможности себе развиваться. Я вам хочу что-то сказать о пяти, наверное, ключевых, таких важных ролях, в которые есть смысл вглядеться. В пяти ролях или, может быть, даже в концепциях, в пяти концепциях, как мы того, как мы живем. Первая роль, первая концепция, она похожа на эту маску, и первая роль, которую проживают люди, называется любопытствующей. В чем суть любопытствующих людей? Это те люди, которые живут достаточно поверхностную жизнь. То есть, это те люди, которые хватают жизнь по верхам и которые не идут в глубину, которые не идут вглубь и не разбираются с ситуацией глубоко. В чем сложность такой концепции жизни? То, что люди достаточно поверхностные, и они не впускают в себя действительно глубину этой жизни. То есть, внешне складывается такое ощущение, что эти люди достаточно эрудированы, достаточно подкованы, и много чего знают. Но, если общаться с этими людьми глубже, если общаться с этими людьми более глубоко, то ты понимаешь то, что люди достаточно пустые. Это первая концепция жизни. Второй важный момент. Второй важный момент – это вот такие вот люди, которые все на все смотрят с таким скептицизмом, с такой, в какой-то, может даже степени, ненавистью, с каким-то презрением. Вот эта маска, эта роль называется роль циника или роль скептика. То есть, вот все, что бы не происходило в жизни, все, что бы не происходило вот вокруг него, он все это уже не любит. Он во все это уже не верит. Он все обесценивает в своей жизни. То есть, с одной стороны, конечно, может быть, вы сейчас думаете, что это какие-то плюсы, это некая такая защита, но, друзья, тот человек, который циник, он не впускает в свою жизнь прелести, он не впускает в свою жизнь красоты, он не впускает… То есть, вот еще до того, как успех успел случиться, до того, как счастье произошло, этот человек уже все обесценил. И иногда, может быть, вот кто-то из вас, я знаю таких людей, которые живут именно из этой маски, обесценивают вокруг то, что есть, да, тут красота. Итак, третья роль, третья роль, в которой мы живем, вот такая маска. Вот эта маска называется, или роль называется, концепция жизни называется, концепция фанатика. В чем смысл данной роли, да, в чем смысл в том, что, знаете, как вот можно со спортом некую аналогию провести. Вот есть болельщики, футбольные болельщики, одни болеют за одну команду, другие болеют за другую команду. И вот если человек выбрал болеть за одну команду для себя, то все, вот другого для него ничего не существует. И вот эта вот фанатичность, она отметает тоже в прелести жизни какие-то возможности. То есть если мы фанатично верим в какую-то одну идею, то мы просто не замечаем других идей вообще. И вот эта вот маска фанатика или роль фанатика, которую часто люди на себя примеряют, может быть, кто-то из вас даже это делает, она не позволяет вам впускать другие возможности в свою жизнь. То есть вы просто лишаетесь возможностей, которые жизнь дает. Понятно, что жизнь это достаточно такой длительный процесс, это такая вот такая длинная дорога, интересная дорога. И я не буду вам рассказывать сейчас, скажем, ну, все в розовых очках, то, что в жизни бывают сложности. В жизни бывают сложности. Да, в жизни бывают ситуации, которые нам полезно решать, потому что это наш опыт. И есть четвертая концепция. Вот такой, видите-ка, такое благородное лицо, такой красивый достаточно человек. И вот четвертая роль, четвертая концепция, которую иногда люди выбирают, она называется роль воина. Концепция воина. То есть как бы ни, только воина не того, который разрушает, который уничтожает все вокруг, а такой благородный воин, да, мирный воин. Воин, который живет свою жизнь, воин, который стремится к своим целям, к своим мечтам, чтобы все эти вещи создавать. И вот понятно, что может быть трудно, понятно, что может быть тяжело. Но у человека есть вот цель, у человека есть смысл, и он идет к этой цели, к этим смыслам. То есть это вот роль воина. И еще одна интересная роль, тоже, которая есть, можно посмотреть на нее вот в таком исполнении, да, может быть роль. Может быть роль, которая происходит вот в таком исполнении, да, то есть вот роль ла-ла-ла или вот такая вот. Если мы говорим про эти роли, то сама маска говорит сама за себя. То есть есть еще одна концепция жизни, это концепция, когда мы исходим из позиции ребенка. Да, в чем прелесть ребенка, в чем прелесть этой роли? В том, что вот действительно, вот как у глаза у этой лягушки, да, вот у детей, у них вот такие вот огромные глаза, и они исходят из своего сознания. Они впитывают этот мир, они впитывают эту жизнь, они вот действительно вот смотрят во все и искренне всему радуются. Вот эта роль, вот этот вот образ, да, он действительно позволяет ощутить жизнь. Он позволяет впитать жизнь, он позволяет действительно вот увидеть огромное количество возможностей. И в чем еще интерес, в чем интересна эта маска, да, то, что вот ребенок, дети, они искренне живут очень, да, вот нравится, они этим пользуются. Не нравится, они это все, вот не хочу в это играть, да, то есть сложно увидеть ребенка, наверное, который играет в нелюбимую игру и мучается сидит. Так вот, к чему я вам рассказывал о всех этих вещах, да, к тому, что вот сейчас просто задумайтесь на некоторое время, да, и посмотрите, какие роли в вас чаще всего живут, какие в роли проявляются в вас. Потому что очень очевидно и понятно, что вот есть те роли, которые помогают нам продвигаться в жизни, есть те роли, которые помогают нам двигаться, создавать свой успех, а есть те роли, которые просто нас ограничивают и ничего в нас не пускают. И исходя из этого видео, я прошу вас сейчас оставить комментарии как раз-таки под этим видео, да, какие роли проявляются в вас и что мешает вам, да, вот какая маска мешает вам двигаться к вашему успеху. оставьте комментарий под этим видео всего доброго на связи был тимур соколов пока пока